И почему Сиена взяла символ Рима? Существуют две версии. Одна из версий это очень красивая легенда, одна версия более реальная, я вам ее расскажу потом, и одна версия это очень красивая легенда. Эта легенда гласит, что Сиена была основана сыновьями Рему. Помните в Риме, когда между Рему и Ромуло произошел конфликт, когда один убил другого, два сына Рему сбежали из Рима от гнева своего дяди, очень боялись, что он их тоже убьет. Прискакали на наши три холма на двух лошадях, одного сына звали Аскио, второго звали Сеньо, от имени сына Сеньо. Пошло название города, лошади, на которых они прискакали, от него они встали в Рему Сиена, и чтобы не забыть об утраченном отечестве, которые они с собой привезли из Рима бронзовую позолоченную толщицу, которая стала символом города. Но это, конечно же, легенда, которую рассказывают местные жители. Посмотрите, какая красота. Мы с нами подойдем поближе к фасаду. Когда-то эта площадь называлась Пьяно-Санте-Мария. Когда-то, переводится в латыни, значит, поле Святой Марии. И когда-то на этой площади был даже источник, вода которого считалась святой. И этот источник использовали для обряда хрещения. Поэтому на этой площади хрестили, и потом на этой же площади храгнили. Хрестили была построена только в 15 веке. Изначально все было на одной и той же площади. Когда-то на месте этого великолепного храма стояла невзрачная церквушка. В романском стиле ее фасад был обращен в сторону улицы, с которой мы с вами лечим. В сторону улицы Капитана. Потом романского стиля церквушка была изменена лонгубардами. Лонгубарды возвели на ее месте замок с четырьмя угловыми башнями. Когда этот замок пришел в негодность, и башни были разрушены в базу. Одну из башен взяли для пройду, для колокольни, которую он с вами сегодня был. Эта площадь принадлежит Носорову. Носорову, когда выигрывали палео, победа была прямо здесь. Прямо на этой площади накрываются длинные-длинные столы с узкими деревянными лавками. Все полторы тысячи человек, садясь из этой столы, закрывают входы и выходы. В этой площади приводят обязательно лошадь, празднуют победу всю ночь. Сохранились в глубоком средневековой традиции. Когда в районах организовывается застолье, в обах или подкрытие небо, ставятся столы и женщины сидят один над мужчинами. Не всегда, но иногда, да-да-да. Но они к этому уже присутствуют. Поэтому женщины с одной стороны поют гинрайон, а мужчины с другой стороны гинрайон. Гинрайон очень простой поют. Какие мы улитки замечательные, мы побеждали, побеждаем и всегда будем побеждать. И наши соперники черепахи. Меняется только название района. Мотив один и тот же практически у всех 17 районов. Принадлежность к районам переходит только из поколения в поколение. И только люди, которые родились на территории этих 17 частей города, являются членами этих 17 районов. Поэтому, если вы, к примеру, родились за крепостной стеной в новых районах, да, потому что в этой части живет примерно 16 тысяч человек в историческом центре, все остальные живут в новых районах. Поэтому, если вы родились в новом районе, если ваши родители не были в составе какого-то района, если вы приехали в Сиену и купили здесь себе в центре города недвижимость, или вышли замуж за какого-нибудь дикобраза или жирафа, или женились на какой-нибудь гусенице, это не дает вам право быть членом района. Только ваши дети, когда родятся в этих районах, тогда уже будут членами этих районов, если захотят, конечно. Но не все так страшно, мы с вами налево. В район можно вступить. Это нужно сделать до 15 лет. Подробно принимают район. Здесь сегодня находится конюшня Носорова. У Носорова очень скромненькая конюшня. Не такая красивая, как мы с вами видели на территории района, улитка. Друзья мои, почему районы носят имена животных, я вам обещала рассказать. Посмотрите, существует несколько версий. Некоторые доказаны, некоторые недоказаны, некоторые это только предположения. Поэтому очень сложно поверить, конечно же, на самом деле, так оно или не так. Но несколько версий есть. Видите, здесь конюшня Носорова. Одна из версий, это то, что Сиена была разделена на эти контр-рады, на эти подразделения, потому что это были военные подразделения. Муштровались солдаты с разным направлением, и эти солдаты потом объединялись в одной войске и отправлялись на военные действия. И когда они маршировали, устраивались военные парады, у каждого подразделения был шлем в форме какого-то животного. Но это не очень хорошо доказанная версия. Вторая версия, это просто-напросто то, что многие районы взяли символы других городов. Символ города Лука, Пантера, поэтому существует район Пантера, Орвиету-Гусь, Рим-Волчица, поэтому существует название этих районов. На название некоторых районов повлияло ремесло, которым занимались в районе. В районе гусеница производился шелк, поэтому этот район назвали гусеницей. Потом, казалось бы, откуда в Сиене знали о существовании таких экзотических животных, как жираф, как носорог. Когда началось паломничество, когда паломники начали идти со всех точек света через центр Сиены, начали рассказывать местным жителям, что существуют такие животные, как жирафы, как носорог. Почему район называется Улитка, район, в котором мы с вами были? Считается, что на территории района Улитка жилит русские, считали просто-напросто Улитку священным животным. Вот откуда в версии, да. И району я вам говорила, да, когда район выигрывает, палео достается вот это шелковое полотно. Огромный денежный приз достается наезднику. Наездник это совершенно посторонний человек, он наемник, он не входит в состав района, он забирает деньги и уходит из района. Сумма огромная. За 90 секунд наездник может выиграть от 200 до 500 тысяч евро. Ну, выиграть палео не так-то просто, потому что наездники скачут, на шлях без сёдел. Правил не существует. Наездникам нужно выиграть палео любым путём, поэтому позволяется друг друга хлыстами бить, плевать, выкрикивать неприличные слова в адрес друг друга, хлыстами бить, да. Потом есть такие подкупленные как бы наездники, которым дали взятку, и они могут даже броситься под копыта лошади или ударить хлыстом ваш район противник. То есть, если я, допустим, носорог, да, и не хочу, чтобы выиграл мой противник гусь, я могу дать взятку району пантера, то есть наезднику этого района, и он в нужный момент ударит хлыстом или даже бросится под копыта лошади наездника этого района. Таким образом, пантера не выиграет, гусь, извините, не выиграет, и мне, носорогу, это будет глить сердце. Это в себе не считается победой, когда ваш район вынуждает, или когда ваш собственный вынуждает женщину. Посмотрите, друзья мои, какая красота. Мы с вами находимся на площади Кампо. Кампо в переводе с итальянского значит поле. Мы с вами спрашиваем. Поле, поле, да, да, просто поле. Но что Кампо, наше поле, потому что, конечно же, эта площадь самая любимая площадь местных жителей, и все основные инстинктивные эмоции взрываются на этой площади, потому что полет проводится здесь. Обратите внимание, какая интересная форма у этой площади. В червячок ее называют ракушкой. Детки, любите себя на трубочке. Называют ракушкой. Такую форму делали рыночные площади, потому что, когда заканчивался рыночный, когда убирали прилавки, грязь смывали водой вниз, мы с вами остановимся, и здесь стекала грязь, и там дырочка такая внизу стекала грязь, и таким образом было проще убирать. Потом, конечно же, эта площадь всегда носила многофункциональный характер, потому что помимо городских ярмарок здесь всегда проводились спортивные соревнования, которые очень часто заканчивались драками с раненими в бизнесе. Здесь казнили, как она такая, и площадь, и начиная с 17 века, палео проводится здесь. Ради в нижней части поля дворец пройдет сюда. Миродская ратуша была построена в прямом степени, в центре альбом, два боковых и лайверх, на каждую до полных 16 века. Ратушу украшают вензель святого Бернардина, 9 зубчиков у эльфов, точно так же, как и площадь, разделена на 9 секторов. Помните, я вам говорила, рассказывала о правительстве береги, таким образом, это правительство навсегда увековечили на этой площади. Потом украшает молчица, да, слева и справа, ратушу. Окошки, украшенные им белой сеной. И внизу с короной из шариков, это берег ледичей, который был помещен на ратушу, когда сена официально в 1560 году присоединилась к великому версту. В ратуши сегодня на первом этаже офисы управы, на двух верхних этажах центральный городской музей и в подземных помещениях ратуши второй театр сены. Часть, которая выложена красным кирпичом, заполняется. Там, где вы видите кафе, рестораны, бары, это все убирают и делают пронумерованные трибуны. Билет на трибуны стоит 50-300 евро. Потом продаются окна, крыши, балконы, все, откуда можно увидеть палео, все продается. Люди, владеющие этими квартирами, зарабатывают огромные деньги два раза в год. Потому что посмотреть палео из окна стоит 2000 евро. Это самое дешевое окно. Поэтому люди уходят на три с половиной часа и своих квартир сдают туристам свои квартиры, зарабатывают приючные деньги, на которые потом можно жить. Зимовая. Большая часть, да, да, зимовая. Вот по этим невысоким столбикам делают забор, огораживают полностью площадь и дорожку, по которой будут бежать. Лошади выкладывают землей вот так по кругу туфом. 400 кубических метров. Мы это с кубических метров выкладываем. Лошади стартуют вот оттуда. Видите, где финиш такой беленький, да, натягивают два каната. Между этими двумя канатами выстраиваются 10 лошадей. Наездники без сёдел не забывайте, да, после исторического парада, где-то 2-2,5 часа длится исторический парад, лошади стартуют и делают вот так три круга по часовой стрелке. И они эти три круга делают за полторы минуты, как я вам говорила. Огромная-огромная скорость. Если наездник упал с лошади, и лошадь пришла одна на победный финиш, всё равно этот район считается победителем. И здесь, конечно же, представители этого района, все любят на лошадь, все её целуют, как мы сами. Видели, да, внимают, плачут, наездника весело подграсывая, несут собор, из собора выходят и начинают праздновать победу. Победу празднуют всю ночь, потом ещё два месяца. И потом самый основной праздник, карнавал, организовываются двумя районами победителями в сентябре и в октябре месяце. И тогда, конечно же, пир горой. Как я вам говорила, на площадях выставляют столы, приводят лошадь, и всю ночь будет вино в праздную победу. И вино в этот день течёт из фонтанов, из которых в трудные дни течёт питьевая вода. Ну, вино, конечно же, такое простенькое, за три евро, но всё равно, как говорится, вино рекой дать. Если он беседа на этом повороте, упал до смерти, наверное? Нет, не бывает. А сзади другие его топчут? А сзади другие топчуты? Не бывает смертельных случаев, очень не бывает, никогда не было. Да-да-да, посмотрите, какое количество людей собирается на этой площади, когда вы работаете, цепали тотализаторы. Нет, не разрешают, что это в карте станут. Это все сидят. Это стоят, это все стоят. А лошадь не сидят. Делают забор, крепкий забор, огораживают и трибуны, и трибуны, и толку, которая здесь стоит на площади, это же цвета, огораживают очень крепким забором. И видите, когда потом побеждает район, люди, которые победили, еще 4 месяца ходят с косынками на шее, повязывают косынки на шее, можно увидеть банки, рульфанцы с косынками на шее, шабаки с косынками на шее, некоторых даже можно увидеть с детской соской на шее. Почему? Потому что считается, что каждый раз, когда район побеждает, он рождается, рождается. Рождается новая победа. Друзья мои, большое вам спасибо за то, что вы меня слушали, за то, что вы приехали в Почтающий. Спасибо.